Прошел час 42, онда на 1 ампер и вымпел на 0,6 амперов завершил свою работу. Давайте сделаем замер. Сейчас подключу, потом продолжим запись. Делаем также некорректный замер после окончания дозаряда. Но нам этот некорректный замер позволит сделать какие-то выводы по динамике выше 0 градусов. Номер не нужен нам. Так, давайте отпечатаем. И давайте сравним. Сравним показатели. Что мы видим? НРЦ 1301. Так, давай-ка. Все отключается. Показатели прям под копирочку, один в один. То есть до заряд нам практически ничего не дал. Единственное, что НРЦ у нас слегка выше, чем было после снятия с интеллектуалки. Теперь я попробую все-таки добраться до электролита. И подключимся чуть позже. Удалось достать капельку. Ну, давайте посмотрим, получится, не получится. Очень плохо настраиваются камеры. В... Блядь. Блядь. Это ёперный театр, блядь. Что ты, блядь? Нет, не получится, наверное, у нас. Ага, вот. Видим плотность 1,22. А даже 1,21. Плотность 1,21. Ну что, друзья. Нас грех в чем-то упрекнуть. Мы сделали всё, как нам рекомендуют рекомендатели. Основные рекомендатели. И, по идее, мы должны работу с этой батареей закончить. Вот на этом самом месте. Закончить работу. Похлопать по батарее. Попросить, чтобы вы берегли свои батарейки. Но... Вы оказались не в том месте и не в тот час. Потому как с этой батареей мы продолжим работу. И продолжим работу так, как это вижу я. Вернее, не как вижу, а как я... Как это делаю я. Засовываем её обратно. В зарядный бокс. Тут же. Подключаем выпивочек наш. Так, пробочка чуть-чуть, ну пойдёт так. Подключаем выпивочек. Опачки. А, бляха-муха. У нас... Я не отключил зарядник. Ладно. Теперь отключил. И ставим в следующие настройки. Ставим 17 вольт. 17 вольт. И полтора ампера. ТОК. Теперь включаем зарядное устройство. И смотрим, как будет вести. 1,6 ничего страшного. Как будет вести себя АГМ. Насколько она сможет разогнаться у нас на вот таком зарядном токе. То есть, ну, теоретически 2,5-3. Проценты от ёмкости. Выставляем от ёмкости батареи. 16 вольт. Видим. Время Ох ты. Время-то у нас мы не сбили. Нам надо было сбить время. Давайте-ка сделаем следующее. Чтобы у нас всё было по чесноку, отключаем опять зарядник. Нам надо обнулить часики, которые на зарядном. Для того, чтобы это было всё по-честному. Включаем и подключаем наш лампевок. Часики обнулились. Ну, в принципе, время у нас четвёртый час. Так. Да. почти без 24. И делаем ещё один дозаряд. Так, как это делаю. Произвожу его я. В чём проблема? А проблема в том, что вот эти рекомендации, да, они естественно, они основаны на каком-то опыте, на каких-то исследованиях, на каких-то экспериментах. Но все вот эти исследования проводятся на аккумуляторах, которые пороху не нюхали, которые практически не работали. У нас экземпляр, который 19-го года я так предполагаю, что вот это выбито на клеммах, это всё-таки дата декабрь 19-го года. Батарея стояла в подкапотном пространстве. Как она эксплуатировалась, мы не знаем. Сколько она видела просадок, был ли, возможно, был недозаряд, возможно, был перезаряд, но мы с вами убедились, что батарея на момент работы на начало работы. Она была обсохшая, она была практически сухая. По 40 миллилитров мы далили водички и сделали так, как рекомендует нам производитель. Производитель, специалисты, которые выпускают целые книги, эти книги некоторые люди в том числе я читают и согласно этим толмутам они работают с аккумуляторами. Вы прекрасно видели результат, но давайте теперь дождемся окончания работы с АGM аккумулятора в том режиме, в котором с теми алгоритмами, которые применяю непосредственно я. Пока я пиздоболю, как видим, у нас появилось уже 16,2 вольта. Так, ток немножко. Сейчас мы уберем буквально за 2 минуты. ток мы сейчас немножко уберем. Сейчас, потом, во время, после. Короче, делаем полтора ампера. А нет, пусть 1,6 будет. Пусть 1,6 будет. И как видим, 16,1 16,2 прыгает напругой. Ладно, подключу запись на максимальном напряжении. до какого напряжения допрыгает наш вымпел. Дотянет. И посмотрим на этот момент наглядно в прямом, так сказать, эфире. Так, что у нас там? У нас там все замечательно. Итак, при первом разгоне 16,2 вольта. Видим, появилось кипение. Также уровень электролита у нас повышен. И видим, вот такое кипение. неактивное. Как видим, газ выходит в разрывах стекломатов. происходит происходит слабое перемешивание электролита. газа. И также между стекломатами мы можем наблюдать выделение газов. напряжение 16,2 16,1 16,3 вот в этих пределах у нас здесь напряжение примерно скачет. час 17 нам понадобилось на до заряд 1,98 ампер. Батарейка наша улетела. давайте отключим зарядное устройство. И сразу без отстоя сделаем некорректный замер. Пока поставлю на паузу. 760 выше нуля делаем отпечатлено отпечатку 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 так и идем сравнивать с предыдущими некорректными замерами так предыдущий некорректный замер у нас был последний так 15,37 и смотрим 1301 1309 инерции оно естественно будет выше 529 536 ампер сопротивление 516 было 521 сох 71 заряд заряд у нас по-прежнему 100 теперь друзья дадим батарейки дадим батарейки отстояться время у нас а время у нас без 10 5 так ну давайте 20 минут дадим отстояться и сделаем еще один дозаряд сегодня сейчас я пока отключу запись и попробуем замерить плотность итак вроде как поймал 1 22 с половиной плотность у нас надеюсь видно да плотность растет очень плохо и поэтому мы будем продолжать работу с этой батарейки закрываем нашу пробочку и запихиваем аккумулятор на свое почетное место на ее почетное место ждем отстой для большей эффективности нашей работы решил сегодня дозаряд не делать дать батареи отстояться до завтра батарея стоялась у нас сейчас 15 это да сейчас 15 отстоялось давайте сделаем замеры поедем вместе с вами домой на сегодня хватит работы рутина но иногда нужно отдыхать так батарея час отстоялось плотность мерить в джем батареях это так себе занятие друзья потому что мы добавили воду и вот это перемешивание электролита полностью не произойдет надеяться на то что электролит от самого низа до гребет до верха это просто наивно и глупо нам важно вытащить электролит до на поверхности до плотности 1,23 максимум 1,24 чтобы на поверхности пластин этот электролит просто-напросто не покрылся корочкой температуру замерзания электролита можете посмотреть в любом справочнике так ну давайте посмотрим что произошло с нашей батарейкой за час так последний замер мы делали 17,02 так наверное включу еще свет свет вот такой свет включим и вот такой чтобы было посветлее и вот сравнительные наши квитанции незначительно увеличился пусковой ток незначительно уменьшился уменьшилось сопротивление и на 1% подрос сок давайте друзья встанем на лыжи поедем додому завтра приедем сделаем еще один замер после отстоя и возможно если клиент не напомнит о себе то сделаем еще один дозаряд сделаем дозаряд и посмотрим интересно будет посмотреть на рост напряжения ну при том же токе при котором мы сегодня работали 1,6 ампера с ростом с улучшением вернее здоровья батареи у нас должен должно расти напряжение окончания заряда с каждым последующим дозарядом но опять же нужно это все держать под контролем дабы аккумулятор нам не перезарядить батарею не включить вторичный электролиз и не навредить так ладенько где мои лыжи попер до дома наша АДЖМ батарейка отстоялась наверное 18 часов если не больше и мы уже можем делать какие-то выводы по работе по результатам вернее так ну вот уже пишет хороший аккумулятор давайте отпечатаем НРЦ 1264 ну на АДЖМ аккумуляторах это вполне нормально много батареек поступает и на выходе у них 12,5 от 12,5 до 12,7 и при всем при том параметры батареи отличные так не тот зарядник нам нужен тот зарядник на котором мы работали чтобы или на это а нет не на этом так чтобы мы да вот это начали работу с этой батареей опять на тех же настройках так блядь вот что-то с памятью моей стало по-моему здесь да ну-ка давайте подключим если 1,6 да 1,4 1,4 нам надо 1,6 ну вот такие настроечки все поехали так пойдемте сравним показатели с предыдущим замером так 18 28 это мы перед отъездом после часового отстоя 540 544 сопротивление было 511 508 сох также 72 процента но видите появилась другая надпись здесь у нас было замените аккум здесь у нас фокс говорит что хор аккум или хоровой или хороший что-то одно из двух но я думаю что хороших 544 ампера из 760 батареи выдает и она начала нашему фоксуру нравится так так ну что продолжим работу с этим аккумулятором и посмотрим до какого напряжения окончания заряда она будет долетать сегодня наша батарейка буквально через 5 минут батарейка долетела до 16 23 после начала работы и еще через 5 минут как видим батарейка уже хочет 16 4 вольта то есть через 10 минут на тех же настройках батарея у нас уже доходит до 16 4 напомню что вчера максимум напряжения что мы увидели это было 16 2 но это напряжение было непродолжительное время и оно тут же упало до 16 1 и пока нам выпил не подсказал что все дядя завязываю работу и теперь нам нужно наблюдать до какого напряжения буквально 11 минут видно было я надеюсь до какого напряжения окончания заряда у нас будет допрыгивать эта батарея чем выше напряжение окончания заряда тем лучше здоровье батареи то есть большая часть пластин у нас в почете без сульфатиков и начинает адекватно работать при минимальном токе с минимальным током если бы мы работали с новой абсолютно батареей без проблем она бы долетела до самого потолка который у меня есть в гараже напряжение там прет без ограничения но у нас батарейка подмотанная подмотанная во первых высокой температурой под капотом а второе ну систематическим недозарядом на десятки генератор выдает там у него 13,5 что ли но это своего слов я машину еще пока не видел и по всей видимости мне придется немножко поковыряться у него с зарядкой чтобы у него проблем в дальнейшем в дальнейшем с этой батареей не было а GM батареек как правильно как правило рассчитаны на до 600 есть даже и 1000 зарядно-разрядных циклов но те батареи они недосягаемо дороги но эта батарейка я думаю где-то 600 зарядно-разрядных циклов это если перевести на года где-то 6-8 лет работа эта батарейка должна протянуть ну что ж видим уже уверенных 16,4 так что-то у нас на 1,7 начало прыгать ух ты блять вот так 1,6 оставим и продолжим работу час 29 но грубо говоря полтора часа продлился наш очередной цикл до заряда теперь мы отключаем зарядное устройство и делаем некорректный замер некорректный замер нам важна динамика что нам дал еще один сегодняшний дозаряд в некорректном это видеть так опять требует заменить и мы вернулись к исходным показателям вчерашним то есть мы видим что нам до заряд практически ничего не дал давайте глянем на нам нужен вот этот так не вот этот а вот этот нам нужен некорректный замер после вчерашнего дозаряда так сейчас время 13.04 вчера вот этот так 18.58 15.37 ага вот 17.02 17.02 и сравниваем показатели так 536 516 сопротивления 537 514 сопротивления сох по 71 проценту так время почти час почти час у нас времени даем батарейке отстояться часок и делаем еще один замер сейчас попробую добраться до электролита и глянем в каком состоянии там у нас плотность растет или нет так пока прерву запись и потом попробуем заглянуть в глазок рефрактометра друзья только так удалось настроить ну мы видим 1.24 плотность в принципе этого вполне достаточно на поверхности пластин в процессе эксплуатации у нас при полностью закупоренных пробочках перемешивание произойдет поэтому за это беспокоиться не надо нам самое важное чтобы в течение первых дней электролит сверху вернее водичка которую мы подлили не замерзла и не покрылась пластины не покрылись коркой льда так ну чё давайте отстаем пусть батарейка отстанется чё-чё да ничего пусть отстанется батареечка да сделаем еще один замерчик и посмотрим и подумаем стоит ли нам продолжать дальнейшие эти выдвижения с батареей или на этом мы остановимся потому что как я уже говорил в трехлитровую банку 4 литра не зальешь то что осталось в этой батарее нам важно раскрыть весь оставшийся потенциал этой батареи большего от нее мы конечно не добьемся чудес не бывает сказок тоже в сказки я не верю ну давайте пусть постоит батарейка батарейка отстоялась два с половиной часа и пора нам принимать какие-то решения и делать какие-то выводы либо я звоню владельцу этой батареи и он ее забирает либо мы еще делаем еще один дозаряд так два с половиной часа отстоялась ну давайте посмотрим на ци чудненькая сок 73% так у нас там давайте сравним вот кстати вопрос к знатокам будет ли толк от вот такого сюрприза который мне привезли напишите в комментариях если вам интересно вот такие показатели и в какой-нибудь из ближайших роликов если еще буду писать ролики я вставлю судьбу этой батарейки так последний замер был у нас 1304 до 530 так нет нас интересует вот этот замер после отстоя 72 посоху здесь 73 но сопротивление у нас выше а нет это сопротивление ниже прекрасно чудненько так друзья 35 минут 4 давайте сделаем еще один до заряд и после еще одного до заряда сделаем контрольный замер плотности если сегодня нас не потревожит владелец этой батареи то значит ролик я буду дописывать завтра и сделаем контрольный отстой и уже окончательные параметры этой батареи мы после этого увидим так подключить ключ на старт подключено все врубаем наш вемпи волчек что поехали сказал Юрий Гагарин а мы скажем попрыгали дальше со своими дозарядами очередной дозаряд пролетел если не моментально то очень быстро за час двадцать и на уверенных шестнадцати трех вольтах также ток у нас 1.6 что наверное это будет последний у нас дозаряд давайте делаем очередной некорректный тест и посмотрим что нам дал дозаряд дозаряд ну что продвижение мы не видим динамики никакой так 17 11 последний у нас был после отстоя 73 процента опять у нас 72 и сопротивление 511 на этом работу с этой батареи мы заканчиваем сейчас давайте сделаем замер плотности и батарея будет отстаиваться до завтра клиент меня не беспокоит но это нам и на руку нам нужно довести нашу работу до логического завершения давайте вытащим капельку электролита и сделаем замер плотности ну вот друзья видим уверенный 125 плотность видим плотность 125 в процессе эксплуатации батарейка наберет оставшиеся три точки по динамике мы видим что роста показателей мы не наблюдаем поэтому работу с этой батареей следует прекратить более корректный замер сделаем завтра утром хотелось бы конечно на этом закончить ролик но сделаем все по чесноку и показатели будут именно те которые мы увидим те показатели которые я предоставлю клиенту давайте ради пущего интереса сделаем еще один замер конвейчиком изначально мы делали замер конвеем этот замер я делал при клиенте вот такие были параметры давайте посмотрим что нам покажет конвей а кб плоского типа иен 760 53 процента показывает конвей 554 ампера пусковой ток и 291 все крыша едет дом стоит 1295 напряжение сопротивление 413 если сделать замер в как обычной батареи то мы увидим конечно абсолютно другую картину вот такие параметры мы увидим если бы это было просто обычная батарея но правила пользования конвейом нас обязывают вот так не не обманывать хотел сказать не наемывать не обманывать поэтому все по чесноку а так принципе 684 как бы если бы это было у нас простая батарея и мы делали бы замер не в режиме а джи м так ну ладненько вытягивает ролик не будем дождемся завтрашнего дня и с утречка также сделаем еще один замер плотности и протестируем нашим фокс его батареи друзья дал полчаса отстояться батареи и под завершение рабочего дня решил сделать еще один дозаряд увеличив ток ток увеличил до 2 и 1 ампера и батарейка разогналась до 16 с половиной вольт у нас сейчас доделал этот дозаряд и уже следующее включение будем делать на утро окончательные замеры и окончательные выводы сделаю завтра по приезду на работу увеличили напряжение до заряда до 16 с половиной вольт и видим незначительное увеличение выхода газов то есть кипение у нас слегка увеличилась и для данной батареи на мой взгляд это оптимальное напряжение окончание заряда которая пройдет у нас без каких-либо последствий негативных последствий для батареи слабое пузырение которое не позволит нам разорвать маты и поздно позволит перемешать более качественно электролит поднять его самого низа и дотянуть до верха еще на один дозаряд у нас вот час 16 минут час 15 на этом будем считать что работа окончена собираюсь домой аккумулятор отстоялся почти 20 часов приехал сегодня очень поздно на работу и пермитеатр время у нас 35 второго и давайте будем делать последний замер с этой батареи не последний решающий потому что последний я буду делать при клиенте и вот такие параметры давайте отпечатаем их снимем теперь снимем параметры канвейчиком HGM 760 ампер 760 ампер AGM AGM АКБ исправно, 570 выдаёт, НРЦ, как видим, 1273, отличная НРЦ, гораздо лучше после нашего водозаряда, чем после того, как мы делали всё по науке, всё как рекомендуют нам рекомендатели, рекомендодатели или как их называют там. Ну, друзья, делать выводы, конечно же, вам. Сейчас, да, сейчас мы ещё с вами сделаем замер плотности и будем делать выводы. Так, у меня кипит чайник. Давайте глянем на наши отчёты. Так, и самый лучший результат у нас получился после последнего до заряда, когда мы разгоняли батарею на до 16,5 вольт. На этом я работу с этой батареей прекращаю. Так, ну, давайте я разложу наши отчёты. Кому интересно, очень интересно будет, можете поставить на паузу и сделать выводы для себя, так как я не хочу удлинять без того длинный ролик. Так, я надеюсь, что видно вам. Давайте я включу вспышку. Вот это у нас последний замер. Это у нас предпоследний замер. Этот замер после отстоя двухчасового, по-моему. Этот без отстоя. И это был первый замер после отстоя 16,5 вольт. Посмотрите, друзья, разницу. Так, в итоге у нас сопротивление. После того, как мы делали всё практически по науке 5,08, теперь сопротивление 4,96. И 74 процента мы достигли по суху. Друзья, никому не навязываю методы своей работы. Можете делать всё по науке. Это как бы даже не обсуждается. Но выводы вы должны сделать сами. Сами для себя. Так, теперь мы сделаем замер плотности. Сейчас на секунду отключу камеру. Вот как видим, после почти 20 часового отстоя состояние матов. Электролит полностью впитался в маты. В принципе, по большому счёту, можно было долить водички немножко больше. Ну, вот такую структуру имеют пластины на абсолютно новых батареях. И, в принципе, мы этого добились. Как видим, вот небольшие точки, коричневые точки, это отработанная активная масса. Вернее, продукты износа, будем так говорить, которые вышли на поверхность в результате перемешивания электролита. И, в результате небольшого кипячения GM-батарейки. Поэтому, ну, вот эти вот точки, вот, видно, это я пипеткой пытался набрать и немножко примял вот эти стекломаты. Вот здесь хорошо видно, это я пытался набирать электролит в пипетку. И многие, кто там спрашивает, почему ты не заменяешь плотность в GM-батареях. Ну, очень сложно замерить, если всё правильно сделано. Очень сложно взять и набрать электролит. Его можно легко набрать либо во время заряда, либо сразу после заряда. После отстоя пластины должны иметь именно вот такую структуру. Как будто они намазаны салом или жиром, кому как удобнее будет. Вот небольшие точки есть, коричневый, коричневого цвета. Это как раз отработанная и отбитая активная масса. Ну, результат налицо, и результат, он должен добиваться какой-то ценой. Цена вот эти вот коричневые точки. Цена нашего результата. Поэтому решайте сами, друзья, как вам поступать. Вот так вот удалось сфокусировать. Как видим, плотность 1,26. Друзья, кое-кое-как удалось вытащить капельку, капелюшку электролита для того, чтобы сделать замер маты. Практически весь электролит впитали в себя. Перед этим роликом вы увидели видеозапись с камеры зонда. И на наглядном примере убедились в эффективности или неэффективности нашей работы, нашей проделанной работы. Это выводы делать вам. для меня результат я считаю, что нормальный для этой батареи. Буду звонить клиенту, чтобы забирал. Как работать с RGM-батареями? Выводы делать, конечно, вам. Что хочу сказать. Для сильно старых батарей смотрите состояние матов. Если вы видите коричневые точки либо разрывы матов, то разгон делать, конечно, вот таким образом, что мы проделали, неживательно. работайте как предписывает производитель, как предписывают специалисты для того, чтобы не рисковать. То, что мы делаем, мы делаем на свой, как говорится, страх и риск, потому что мы явно отклоняемся от рекомендаций. как вам поступать, еще раз повторюсь. Решать вам, мои дорогие друзья. Ну, а на этом хочу пожелать всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Предстоящие праздники у нас первый будет в феврале, следующий в марте. Когда буду писать следующий ролик, не могу сказать, честно говоря, особых порывов почему-то нет. Критерий к моему вдохновению это было, конечно, сбор на камеру, но сбор на камеру завис. практически на последнем этапе. Ну, это для меня это результат как бы моей деятельности. То есть нужны оценка того, нужны мои ролики или нет. Ну, по всей видимости, нужны, но не очень. посмотрю на вдохновение, посмотрю, будут ли интересны какие-то случаи. А пока, друзья, берегите вы свои батарейки. Всем пока и удачи! Субтитры Продолжение следует...